О, как блажен, как счастлив я, Господь, Спаситель мой, Готово место для меня в стране небес святой. Славлю Амца за меня, страдала долга Феон. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. С мирским богатством не сравним тот город золотой. В нем вечно буду жить, я с ним, я жалкий прах земной. Славлю Амца за меня, страдала долга Феон. Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь. Нет ночи в той стране святой, не меркнет солнцесвет. Там все сердца звучат, а мой там плача больше нет. Славлю Амца за меня, страдала долга Феон. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Аллилуйя, 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 Аминь. Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы продолжаем с вами смотреть в первую книгу Библии, книгу бытия через снятое покрывало Иисусом Христовым, с наших глаз, для того, чтобы мы могли узреть цвет Евангелия, цвет Божьей благодати. Суть в том, что Христос совершил спасение, совершил искупление на Голговском кресте, чтобы мы имели жизнь вечную, веруя в Него, жили по воле Его, благословляли Его, поклонялись Ему, служили Ему, любя Его и любя друг друга, выполняя Его заповеди, потому что любовь к Богу, выполнение заповедей Его, которая основана на Его любви к нам. Мы с вами говорили о том, что творение Божие, о котором читает человек в первой книге «Бытие», оно не просто говорит о том, что Бог сотворил все, оно открывает нам истину, что Сын Божий является Творцом неба и земли, всего видимого творения и невидимого, кстати, тоже. Мы говорили о том, что седьмой день творения, день покоя, он прообразно свидетельствует о смерти нашего Господа Иисуса Христа и о том покое, который человек обретает во Христе Иисусе, благодаря тому спасению, которое было осуществлено на Голгофе, благодаря тому погребению, когда Христос находился в гробнице в субботний день. И когда мы говорили о первом дне творения, мы говорили, что когда Господь в первый день сотворил свет, этот свет является прообразом света Бога. Потому что суть Евангелия заключается в том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и свет во тьме светит, и тьма не объял его. Первый день творения прообразно свидетельствует о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Мы также говорили о шестом дне творения, который прообразно свидетельствует о том, что Господь Иисус Христос, Он был распят. Точно так же, как Адам уснул в Эдеме, и Бог из его ребра создал ему помощника, Точно так же, второй Адам, Христос, уснул на кресте смертным сном, и из его ребра была создана церковь, помощник Христова. Мы говорили с вами в прошлый раз о третьем дне творения, когда Бог создал самое главное, самое важное творение для человека – два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. И подход к дереву жизни, и подход к дереву познания добра и зла, минуя дерево жизни, прообразно свидетельствует о двух опытах жизни христианина. Либо христианин живет по плоти, когда он вкушает от древа познание добра и зла, минуя от дерева жизни. Либо когда он живет по духу, когда он вкушает от дерева жизни, которая прообразно свидетельствует об Иисусе Христе. Он есть дерево жизни. Познавая Иисуса Христа, мы получаем знания от Бога. Любя Бога, мы получаем знания от Него, как об этом говорит апостол Павел. Сегодня мы поговорим с вами о грехопадении, о моменте, когда произошло то, что сегодня, к сожалению, многие неверно понимают, неверно истолковывают, когда исследуют первую книгу Библии, книгу бытия. Я в прошлый раз обращал внимание на тот факт, что дерево познания добра и зла, это было творение Бога. Это не было греховным деревом, потому что все то, что Бог сотворил, Он все сотворил хорошо написано. И дерево жизни, и дерево познания добра и зла. Недавно слушал проповедь одну, в которой проповедник заявил, что дерево познания добра и зла, это дерево дьявола. Может еще сказать, что дьявол его насадил. Я не могу согласиться с этими аргументами, потому что и дерево жизни, и дерево познания добра и зла, это творение Божье. И это творение предназначалось для человека. Как дерево жизни, так и дерево познания добра и зла. Сатана, конечно, этим воспользовался, чтобы обольстить человека, чтобы грех вошел в мир. Но проблема, она не заключается в том, что человек вкусил от дерева познания добра и зла. Не в этом проблема. Проблема совершенно в другом. Апостол Павел в послании к римлянам в пятой главе говорит, в чем проблема была. Как непослушанием, вот ключевое слово, вы обведите, непослушание. Как непослушанием одного человека многие сделались грешными, так и послушанием одного человека многие сделаются праведными. Через непослушание Адама. Адам не послушался Бога. Адам не поверил ему. Адам поверил своей жене. А жена поверила змею. Змей, который обольстил жену, которая, в свою очередь, обольстила мужа. Суть проблемы, как я уже говорил, не заключалась в том, что они вкусили от дерева познания добра и зла. Потому что, когда это произошло, вспомните, что сказал Бог. Бог сказал, вот Адам стал как один из нас. Но разве Бог не хотел, чтобы Адам стал как один из них? По замыслу Божьему мы видим, в первой главе книги Бытие Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Обведите слово подобие наше. Это очень важный момент. Потому что Господь хотел сотворить человека как один из них. По подобию. Это и означает стать один из них. Дальше, когда мы читаем 27 стих, то слова подобия там нет. Там написано, что Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. И уподобится человек Богу в окончательном смысле слова так, как Господь этого захотел, а не так, как это преподнес змей. Тогда, когда совершится встреча с нашим Господом Иисусом Христом, когда Он придет за Своей Церковью. О чем, собственно говоря, свидетельствует апостол Иоанн в своем первом послании. Мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем, что откроется. Знаем, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его таким, каков Он есть. Господь желал, чтобы человек стал один из них. Чтобы человек стал как один из них. Однако, Бог желал, чтобы это произошло по воле Его. А это произошло через непослушание. И по этой причине сперва Господь преграждает путь к дереву жизни в Эдемском саду. Потому что, если бы Адам и его жена вкусили тогда от дерева жизни, то тогда для них озеро Огненное началось бы уже в Эдеме. Представьте себе, что все люди, которые бы плодились бы и размножались бы, они радждались бы греховными и жили бы вечно. То ад и вечные муки, гиена Огненное, озеро Огненное, оно бы уже было бы и длилось бы вечно. И распространилось бы на всех людей. И то, что Господь преградил путь к дереву жизни, это было временным, непостоянным явлением. Точно так же, как временный запрет был на дерево познания добра и зла. Потому что Бог желал, чтобы Адам стал как один из них. Чтобы человек уподобился Богу. И это уподобление произойдет тогда, когда состоится второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Мы с вами читаем, что проблема, она была в непослушании. И апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе, он говорит, что Бог всех заключил в непослушании, чтобы всех помиловать. Бог всем преградил временно путь к дереву жизни, для того, чтобы этот путь потом вновь открыть. Но уже открыть через Иисуса Христа, Сына Божьего, Бога, который стал человеком, который совершил спасение, который совершил искупление. На момент грехопадения, когда это совершилось, самая печальная история в мире, как мы ее называем, Господь, когда говорил проклятие, одно из проклятий было адресовано змею, на которое мы обратим сегодня внимание. Мы не будем рассматривать в деталях все грехопадение. Я думаю, эту историю вы знаете. На некоторые аспекты я уже обратил внимание. Сегодня я обращаю внимание на 14-й, часть 14-го стиха 3-й главы книги «Бытие» и на 15-й стих, в котором звучит проклятие змею, в котором звучит пророчество от самого Бога, в котором звучит не только проклятие, но и звучит самая благая весть, которая была сказана самим Богом в Эдемском саду, в котором открывается весь замысел Божий, спасение наше, и открывается суть пришествия Господа, открывается также Армагеддонская битва. Итак, обращая внимание на 3-ю главу книги «Бытие» 14-й и 15-й стих, мы видим слова в 14-м стихе. «И сказал Господь Бог змею». Здесь стоит обратить внимание на то, кто такой змей. Ответ на этот вопрос – Господь снимает с нас покрывало, то есть делает апокалипсис. Мы как раз таки и находим в книге апокалипсиса. Слово «апокалипсис» означает «снятое покрывало с глаз». И в 12-й главе книги «Откровения», книги «Апокалипсиса» мы видим, что древний змей – это тот, который называется дьяволом и сатаною, клеветник и противник Божий. И этому змею Господь говорит в 15-м стихе, что он положит вражду между ним и между женою, и между семенем твоим, то есть семенем змея, и между семенем ее, то есть между семенем жены. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебя, то есть сатану, в голову, а ты, то есть дьявол, будешь жалить его, то есть Христа, семя жены, в пету. В этом стихе мы видим пророчество. Мы видим, во-первых, три вражды, о которых упоминается не одна вражда, а целых три вражды. Мы видим, как эта вражда будет осуществляться, и какой итог она будет иметь. Первая вражда, которая будет положена, как сказал Господь, уже положена для нас, мы это видим. Для жены это то, что касалось будущего, для нас это то, что уже в прошлом. Мы видим то, что первая вражда, которая была положена между женою и между дьяволом, между змеем. Слово вражда подразумевает наличие врага. Вот здесь это становится понятно, когда Господь снимает с нас покрывало, когда открывает суть притчи, которую он рассказывает. В одной из притчей он называет дьявола врагом душ человеческих, который засеял поле к плевеламе. Когда мы читаем про Еву, то после того, когда Адам и его жена были изгнаны из рая, Евой она стала только после грехопадения, после изгнания, когда Адам налег ей имя Ева, и она стала матерью всех живущих на земле. Так вот, вражда была положена не просто с женою, а со всеми живущими на земле, поэтому дьявол и назван еще врагом душ человеческих. Была положена вражда между женой, а это означает, она мать всех живущих на земле, вражда положена со всеми людьми. Дьявол является врагом всего человечества, таким вот образом. И также Господь говорит о том, что положит вражду между семенем жены и семенем дьявола. Семя жены все понимают. Семя жены это Христос. И дальнейший весь Ветхий Завет, начиная с четвертой главы книги Бытие, показывает, как Господь формировал это семя. Были конкретные личности, которые были носителями этого семени, которая в конечном счете родилась от Марии, выросла, достигла возраста 33 лет и совершила победу над сатаной на Голгофском кресте. Семя жены совершила спасение для всего мира. Мы это понимаем. Вопрос возникает, что это за семя дьявола? Однозначно, речь ведется об Антихристе. Речь ведется о той вражде, которая осуществится в будущем, когда состоится Армагеддонская битва. Когда 10 царей во главе со зверем, мы с вами читаем, что они будут вести брань, то есть войну с Аганцем, и Агнец победит их. Когда состоится Армагеддонское сражение, когда состоится Армагеддонская битва, Антихрист будет повержен, будет схвачен зверь и лжепророк, и оба будут ввержены первыми в озеро Огненное. Впоследствии к ним присоединится дьявол, о котором мы еще с вами поговорим, когда рассмотрим суть третьей вражды. Третья вражда описана непосредственно между семенем жены, то есть между Христом и между самим дьяволом. Дьявол, он всего-навсего сделает небольшой ущерб для Христа. Христос претерпевает страдания, Христос претерпевает оскорбления, унижения, позорную крестную смерть. И это означает, что дьявол ужалил таким образом Христа в питу, но не совершил окончательную победу над ним. Потому что окончательная победа была совершена Иисусом Христом на Голгофе. Именно на Голгофе Иисус Христос поразил дьявола в голову. Христос, который воспринял плоть и кровь в семя жены, воспринял то, что есть у каждого человека, как мы читаем об этом послании к евреям, дабы смертью лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола. На Голгофском кресте Иисус Христос совершил окончательную победу, и дьявол был таким образом поражен в голову. Итак, в словах проклятия, которые были адресованы по отношению к змею со стороны Бога, мы видим пророчество и благословение для нас. Мы видим благую, радостную весть. Весть, которая говорит, во-первых, о трех враждах, три вражды, которые будут. То, что враг душ человеческих становится врагом людей, однако Господь этого врага поражает в голову в конце третьей вражды, и в центре упоминается вражда, которая касается событий, которые мы ожидаем. Когда состоится второе пришествие Господа вместе с церковью, которая будет ранее за три с половиной года восхищена на небо, и которая, облегшись весом светлый и чистый, придет вместе с Господом, когда сразится с Антихристом и с лже-пророком, оба будут ввержены в озеро Огненное, и потом в конечном счете к ним присоединится дьявол через тысячу лет. Спустя тысяча лет Господь, Бог, совершит окончательное уничтожение сатаны, который также будет ввержен в озеро, горящее огнем и серую, где будет зверь и лже-пророк, и где будут находиться все люди, которые не приняли любви и истины для своего спасения. Поэтому суть благой вести заключается в том, что Господь поразил сатану. Господь совершил спасение таким образом для всего мира, и Он дает это спасение во Христе Иисусе, как непослушанием одного человека грех вошел в мир, так и послушанием второго человека, второго Адама, людям дается оправдание к вечной жизни во Христе Иисусе. Точно так же, как преграждение к дереву жизни было временным, точно так же и преграждение к дереву познания добра и зла тоже имело временный характер, что, собственно говоря, не поняли первые люди, когда попытались обойти Божью заповедь и через непослушание грех вошел в мир, и через послушание людям благословение и вечная жизнь. Да благословит нас Господь, да укрепит в нашем Господе Иисусе Христе и поможет нам пройти путем веры до самого конца. Аминь.